Это «Давичи» и мы продолжаем выпуск. Более половины всех пищевых отравлений приходится сегодня в области на отравление алкоголем. Почти половина отравившихся скончалась. Но травятся люди не только спиртными напитками, а также грибами и другими продуктами питания. Правда, в значительно меньшей степени. Например, во время десятков различных проверок только в 2012-м было выявлено всего 20 случаев фальсифицированного молока, находящегося уже в продаже. В 2013-м всего два. При этом в большинстве случаев продукция была изготовлена на предприятиях, расположенных в других регионах страны. Тем временем за качеством производителей продуктов питания местные надзорные службы следят постоянно. К примеру, сейчас в области идет масштабный мониторинг качества молока. На что идут недобросовестные производители, чтобы продлить срок годности этого продукта. И как часто лаборанты находят недопустимые в молоке вещества. Расскажем далее. Процедура при отборе проб молока для любого анализа, как правило, стандартна. Начинается все здесь, на ферме племенного хозяйства. Из таких емкостей лаборант набирает необходимое количество молока. Две отдельные пробы. Обе пломбируются. Одна остается здесь на случай повторной проверки. Другая увозится в спецлабораторию. В Кировской области подобные исследования проводятся в областной ветеринарной лаборатории. Начинается процедура вот с такого окна. Здесь все четко, все под роспись. Сначала замеряется температура образца. Ноль градусов. Затем он отправляется в различные лаборатории. На этом анализаторе молоко исследуется на наличие так называемых соматических клеток. Другими словами, тут проверяются его товарные свойства. Оно получилось меньше 268 на 10 в пятой. Это получается, что очень хорошее молоко первого класса. Далее более сложный химический анализ. На наличие в молоке соды и антибиотиков. К примеру, соду некоторые производители могут использовать для того, чтобы молоко долго не кисло. А антибиотики попадают в него после лечения коровы. И то, и другое в продукте недопустимо. Однако такие случаи все-таки бывают. Правда, как отмечают в лаборатории, очень редко. К примеру, из более чем 400 проб молока в прошлом году. В этой лаборатории соду и антибиотики удалось выявить лишь в пяти пробах. За такими производителями ветеринарная служба начинает наблюдать более пристально. В последующем данное хозяйство ставится на усиленный лабораторный контроль. И происходит более частая выборка по исследованию данного показателя, давшей положительный результат. Усиленный контроль за организацией снимается после того, как качество продукта приходит в норму. Впрочем, наказание, как правило, это штрафные санкции, предприятие нарушитель в любом случае несет. И, как отмечают в ветеринарной лаборатории, мониторинг ведется постоянно. В планах на этот год взять более 400 проб молока от местных производителей. Дмитрий Житарчук, Александр Брызгалов, Бюро Новостей Давича.